Уважаемые гости, давайте сюда поближе присаживайтесь. Можно вот это кресло сюда присаживайтесь. Уважаемые присутствующие, думаю, что мы можем начать сегодняшнее заседание. Сегодня 27 марта, 15 часов, мы начинаем наше заседание. Прежде чем приступить к рассмотрению повестки, я хотела бы сейчас познакомить всех вас с присутствующими на нашем заседании. Одина Галина Александровна представляет филиал Крюкова, заведует отделением. Отделение? Да. Агмалиева Лилия Козеловна, которая у нас не первый раз присутствует, она представляет здравоохранение, 105-я поликлиника. Зацепина Ольга Владимировна представляет филиал Крюкова, Зеленоградский, заведующий отделением. Светлана Сергеевна Данилина, я по списку иду, она представляет администрацию Крюкова, главный бухгалтер. Михаличенко Павел Николаевич, он у нас самый главный доктор, который будет сегодня нам давать информацию. Александр Васильевич Купицев, глава администрации муниципального округа. Алла Анатольевна Брянская, которая работает с нами вплотную по всем проблемам ЖКХ и является начальником отдела ДЭК. Нариман Ахатович представляет управу, начальник отдела по социальной политике. И кого я еще не назвала? Капшенков Евгений Сергеевич, заместитель главы управы по социальной политике. Кого еще не назвала? А вы у нас представитель управления социальной защитой населения района Крюкова. Ирина Витальевна Алтынина. А вы прокурсила ее, да? Как вы сказали? Алтынина. Алтынина, да. Спасибо, извините, пожалуйста. Уважаемые присутствующие, прежде чем приступить к заседанию. Еще один такой приятный эпизод у нас. Во-первых, состоялись дни рождения, буквально недавно состоялся юбилей у нашего депутата Арсенникова. Его сейчас нет, но он получал поздравления. Состоялся день рождения у Лины Владимировны Павловой. Поэтому вот мужчины, есть у нас мужчины? И вы знаете, вот очень приятно в вашем присутствии почетную грамоту в русителе Мзюковой Александра Александровне и в гет-желтых хризантен. Желтый – это юбор, это измельчание. Я вас для всех показываю. Мы уже вручали такую грамоту Арсенникову Сергею Васильевичу за многолетнюю работу как депутату. И вручаем вот вам Александру Александровну. Поверните, пожалуйста, вот так вот. Ну и грамота тоже. Ирину Владимировну, давайте, будьте добры. Оставьте, пожалуйста. Спасибо. Спасибо. До свидания. Ну, с букетом, с букетом давайте. С букетом, девочки, ставьте. Конечно, вставайте. Не сумели. Спасибо. Теперь давайте. Камеру поверим сюда. Значит, уважаемые коллеги, у нас в форуме имеется, отсутствуют депутаты палки на парламу, не знаю, по какой причине, наверное, сейчас подъедут. Но в форуме есть, мы с вами имеем право приступить к нашей работе. Прошу обратить внимание на повестку сегодняшнего заседания, в которой 12 вопросов. Во-первых, давайте, вот, обратили внимание на повестку, открываем заседание наше сегодняшнее. Прошу голосовать. Спасибо единогласно. Посмотрели на... Здравствуйте. Умотали внимание, я успела из Москвы приехать. Значит, прошу, уважаемые депутаты, проголосовать за повестку с некоторыми изменениями. Вопрос девятый я предлагаю перенести после второго вопроса, в связи с тем, что сейчас Светлане Сергеевне необходимо готовить очень большой объем информации. Как вы не против проголосовать за такую повестку? Прошу проголосовать. Спасибо. Единогласно. Итак, в нашей повестке... А вот и самое, берусь. Да. Проходите, пожалуйста, проходите. Мы подходим. В нашей повестке, как я сказала, 12 вопросов. И первые два вопроса, это информация руководителю. Во-первых, информация руководителя амбулаторно-поликлинических учреждений района о работе учреждений в 2013 году. Я хочу сейчас предоставить слово Павлову Николаевичу. Но с вами, уважаемые депутаты, хочу обратиться к вам и обратить ваше внимание именно на то, что у вас в материалах есть основное выступление Павла Николаевича. Собственно, он вправе, я думаю, что немного сократить выступление, может быть, что-то чем-то дополнить основными какими-то позициями, потому что статистика вся дана в ваших материалах. Поэтому, как вы считаете, необходимо, давайте проговорим регламент, уважаемые депутаты. Сколько минут мы даем для выступления? До 10 или до 10. Но по нормам нашего регламента до 15 можно. Так что, Павел Николаевич, пожалуйста, мы вам предоставляем слово. Уважаемые депутаты, уважаемые коллеги, к вашему вниманию предоставляю докладу руководителя на струк-поликлинике номер 201. Государственное учреждение здравоохранения городская поликлиника номер 201, расположенная в прадресе 1911, функционирует в главном учреждении функционерта на основании приказа депутатов здравоохранения от 5 мая 2012 года, номер 391. Обслуживаемое территориальное население, согласно приказу дирекции по обеспечению деятельности Государственного учреждения здравоохранения, который пока уже как ввод находится, составляет 161 200 человек. Фактически обслуживается 172 961 за счет прикрепления. По статистике, ежегодное количество прикрепленного населения в нашем участке возрастает. В 2013 году создана трехуровая система организации медицинской помощи населения в городе Зеленограде, что позволило немножечко качество обслуживания населения, а также сократить время ожидания приема пациента к основному врачебному специалисту. По доступности посещений, наша поликлиника в 2015 году с 10-го места по Москве переместились на 4-е место. Это проводилось независимое анкетирование, поэтому я думаю, что результаты на лицо положительно есть. Поликлиника – это многофилоречебно-профилактическое учреждение, в котором прием ведется по 20-ти врачебному специалисту. На базе поликлиники расположены окружные службы, это дать только онкологическое отделение, окружная клиника диагностическая, цитологическая лаборатория, окружный гематологический кабинет. В 2015 году открыто и успешно функционирует Центр облаторной хирургии с операционным облоком и длиной стационарной дворской конверсии. Проводится работа для сосудистой хирургии, которая позволяет проводить операции на винах и, соответственно, в день обращения пациента в длиной стационаре. Открытый успешно функционирует кабинет диабетической стопы, открытый функционирует кабинет телекабинет, который позволяет проводить ранее недоступным жителям города пункции щитовидной железы. Как я уже до этого обращаю внимание, в нашей цитологической лаборатории мы обучили врача-цитолога, и теперь для того, чтобы получить данный вид помощи, у нас и длиничный район по заболеванию щитовидной железы, наших пациентов не стоит управлять в Москву, как раньше это делалось, в 50-х районах управляют, либо платно. То есть сегодня мы делаем на своей базе, делаем все это бесплатно, но, помимо всего прочего, кабинет диабетической стопы, который тоже ранее в округе недоступен, также работает на базе амбулаторного нашего центра, он позволяет, скажем так, сохранять и спасать многие наших пациентов с сахарным диабетом. То есть одно из вождений, это диабетическая стопа с сахарным диабетом, которая ведет к анализации и комплектации. Вот эта вот работа этого диабетического кабинета позволит в разных секретах вот эту анализацию наших пациентов. С июля, с июня 2013 года открыто отделение медицинской профилактики, основная задача которого – проведение диспансеризации медицинских осмотров жителей Зеленограда. В 2013 году более 32 тысяч жителей прошли диспансеризацию, из них около 5 тысяч отцепленных данных филактического осмотра. Кроме того, сейчас в поликлинике, а также в ее филиалах, развернуто функционирует отделение медицинской реабилитации. Хочу остановиться отдельно на тех возможностях отделения. В корпусе 242 в частности у нас ведет акцент на восстановление пациентов с посттравматическими поражениями по будильнику аппарата, а также пациентов, перенесших инсульт с нарушениями моторной функции и, соответственно, параличи пореза. Те результаты, которые мы достигаем при лечении и восстановлении наших пациентов, они довольно-таки хорошие и оцениваются коллегами, в том числе профильных клиник в Москве. В нашем центре реабилитации работают и кандидаты, и докторы медицинских наук, что мы, в принципе, гладимся этим, и, соответственно, и результаты. Кроме того, созданы в разрезе амбулаторного объединения специализированные отделения, которые представлены различными отделениями внутри самого амбулаторного центра в качестве кабинета филиалов. В частности, это арендиологическое отделение, отделение функциональной диагностики. Нами проводится работа по профилактике инсультов и инфарктов. У нас в каждом филиале еще открыты кабинеты гипертонической болезни, а также кабинеты по первичной и вторичной профилактике инсультов. Успешно у нас работают с 2013 года койки дневных стационаров кардиологического и инфарктов. В 2013 году в дневных стационарах было пролечено более 500 тысяч пациентов. При этом ни одной жалобы на работу дневных стационаров не было. Такой положительный опыт работы дневных стационаров в 2013 году позволил нам уже в феврале 2014 года открыть дневной стационар на 10-м рекомендах автоматического профиля. Располагается дневной стационар на базе нашего теперь автоматического центра, который создан благодаря включению в состав Детиперополиклиники, нашего филиала в февральской клинике. Теперь это уже, соответственно, наше отделение. В соответствии с развитием нашей амбулаторной помощи, у нас организована и поднята на иной уровень, это патронажная служба, это работа на дому, это стационары на дому. Так у нас в течение этого года, 2013 года, на дому было пролечено более 10 пациентов с инсультом и с инфарктом не окажут, те, которые отказались и госпитализировались в больницу. Все они живы-здоровы, мне кажется, это тоже один из показателей нашей работы. 7 июля 2011 года на базе филиала 1, это дешево, 252 поликлиника, работает отделением неотложной помощи, но с февраля месяца мы перевели его на круглосуточную работу, оснастили его, это отделение, значит, многоканальный телефон, который у нас представлен на сайте, и в бюджетах информационных, рекламных, доступен для населения, теперь в этот раздом еще доступен в круглосуточном режиме, у нас на стиле, наявили кадры, это неотложная помощь, и с каждым днем, количество вызовов неотложной помощи, количество пациентов, которым оказывается, это неотложная помощь, каждым днем оно увеличивается. В отличие основное от бригады скорой помощи, нашей неотложной помощи, а то, что в любом случае к вам приедет врач, то есть обычно приезжает социальная помощь у фельдшера, здесь приезжает врач и оказывает полноценную медицинскую помощь. Так вот, в 2013 году было выполнено 3625 вызовов неотложной помощи, средним засменом 11-12, сейчас уже у нас среднее количество вызовов, это 23-24, это практически в сутки, раз в полчаса у нас бригада выезжает и не показала медицинскую помощь. На штатах учреждения останавливаться я не буду, единственное могу сказать, что укомплектованность штатными числами остается в среднем невысокая, это 64% участкового нашего звена, порядка около 70-81% укомплектованных с врачами-специалистами, но проблема это не только нашего города, проблема это общее здравоохранение, к сожалению, происходит отток кадров, причем опытных медицинских центров. Здесь, как говорится, комментарий излишне, тем более, что нагрузка, конечно, у нас присутствует, нагрузка есть на врачи, но и средняя зарплата в 2015 году она составила у врача 70 700 рублей. Я думаю, что это достойная зарплата, мы разбрестили все вакансии на всех ресурсах, где можно разместить интернеты, газеты, сайты. Периодически к нам, по целому, наши доктора обращаются, но в основном вопрос, который отталкивают, которого не нужно лишиться на стоятии, но это, конечно же, предоставление жилья. Большое управление предоставление повышения квалификации имеющихся кадров. Все у нас врачи регулярно проходят в учебных сертификационных циклах, при этом все повышают квалификацию, и вот так, в прошлом году 84 врача повысили квалификацию, 87 средних работников, причем 37 врачей имеют высшую и первую категорию квалификационную категорию. Ну так, хороший показатель. Работа врачей в поликлинике, если проанализировать 12-й год по сравнению с 13-м, значит количество вызовов и количество посещений, проводимых врачами, и посещений, которые проводят у нас пациенты, в течение года выросло незначительное, множество, по крайней мере, на 10%. Увеличилась нагрузка в основном на участковых врачей. Мы связываем нагрузку в первую очередь с тем, что в проведении диспансеризации всеобщим в первую очередь увеличены как раз-таки у нас врачи-участкового терапевта. Удельный вес помощи на дому в целом, а также удельный вес терапевтической помощи на дому, также в тех же пределах увеличился и вес специализированной помощи, опять же, на дому. То есть мы стараемся больше помощи оказывать на дому. Что же касается спонсоризации. Данное мероприятие нового проводится у нас с 13-го года. Основные цели задачи спонсоризации всем известны. В этом году программа будет проводиться, будут уже немножко другие следы. В следующие года попадать в пользу данного мероприятия. Из того анализа 13-го года, который мы провели, здесь имеются таблицы, я на них останавливаться не буду, могу сказать одно, что у нас увеличилась в первую очередь то заболевание внести сердечно-сосудистой системы, выявление сахарного диабета, в первую очередь увеличилась молодого, способного возраста, до 39 лет, санитоматик, диабет. И так же увеличилось количество онкологических заболеваний. Такое увеличение в первую очередь я связываю с, опять же, с активным выявлением этих заболеваний, нежели само по себе заболевание связано с какими-либо факторами, там, коллегия, еще чего-то. То есть в первую очередь связано с выявлением. Ну, смотря на целевую программу, в прошлом году она была оставлена, несмотря на всеобщую спонсоризацию, нами еще проводилась целевая диспансеризация. Ну, это в первую очередь по раннему выявлению туберкулеза, заболевания простаты, молочной железы 6 и 0. Особо внимательно не уделялось проведение углубленного дистанционного наблюдения за нашими участниками военной Великой Отечественной войны. 251 человек состоял под дистанционным наблюдением. Из них получили стационарное лечение 170 тысяч, здесь цепи имеются, получились антонные росты в лечение 72 человека. Ну, дальше у меня есть таблица, которая у нас сейчас находится, по назовуги, где рост увеличился, где рост снизился. Ну, а в основном мы не превышаем среди московских показателей, как тем не так. Я, когда позакончил, и я отвечу на Вашу ответ. Спасибо, Павел Михайлович. Уважаемый депутат, пожалуйста, пожалуйста. Павел Михайлович, год назад у нас в префектуре была встреча с Печатником, и там Головосиков говорил о том, что аппараты МРТ трудно установить в старой поликлинике, а в новые устанавливают. Но до сих пор не работает ни один аппарат. Значит, по поводу аппаратов МРТ, аппараты МРТ в амбулаторной сети не размещались вообще. То есть, в зависимости от тактика планировочного решения и подвод мощности, не позволяющих разместить их на наших площадях, МРТ и КТ, то есть компьютерный томограф и магнитный томограф, размещены и запущены на территории больницы, на площадях больницы, но для обеспечения амбулаторной сети. МРТ запущен неделю назад, вот поэтому мы уже сформировали поток пациентов в нашей амбулаторной сети. Два компьютерный томограф запущены ранее. И поэтому все наши пациенты получают в полном объеме и поддерживают помощь именно от наших направлений. Более того, один из компьютерного томографа стационарно работает в областном объеме. Какие еще вопросы? Александр Николаевич, вот вопрос. Мы сегодня встречаемся в второй раз. Я хотел бы вот этот вопрос, чтобы вы рассказали, про офтальмологическое отделение, которое в 9-м районе было. Что это? Да, офтальмологическое отделение. Очень долго у нас занял вопрос перевода, приемки этого помещения и этого отделения в свой состав. В течение года длительных переговоров центром, то есть институтом микрохирургии глаза в декабре месяце было принято решение вывезти оттуда практически все. То есть вывезли до ожара кабинетки. Так как мы жителям нашего города уже, наверное, в течение многих лет обещали, потому что этот центр будет функционировать и с целью не допустить ухода высококвалифицированных для того, которые там работают, вот нам принято сейчас как меры, ну, во-первых, планируется и будет создан в Зеленограде, единственное, в Москве такой окружной термологический центрус. То есть пока на немагию это все уже есть. И штаты, и все есть. Сейчас нами полностью комплектована и обеспечена работа трех кабинетов, которые являются, первыми ступенью к развитию офтальмологического центра в Зеленограде. Мы открыли там голубковный кабинет, который снастили, с большой оснастили, который станет в себе тоже единственным кабинетом в Москве, который будет полностью позволить собрать единую базу всех голубковых пациентов, которые разросаны сейчас по всем врачам-офтальмологам, как они, кто их ведет, качество их ведения. Всегда, знаете, оставляют желать лучшего, но сейчас врачи-специалисты высококвалифицированно создают эту базу. Уже все микрорайоны, которые относятся к непосредственно к 21-й поликлинике, это 911, корпус, 9-й, 10-й, 19-й микрорайон, они все уже прошлись обследование в этом кабинете и взяты уже переведены эта база туда. Сейчас в ближайшее время начнется 14-й, 15-й, 16-й, 20-й микрорайон туда погибает этот кабинет. Второй кабинет, который мы оснастили, работает, это кабинет диабетической ретинопатии. Один из основных факторов, приводящих к слепоте, соответственно, к инвалидности, это диабет с диабетической ретинопатии. То есть это слепота диабета. Оснащение этого кабинета лазером позволит нам всех наших диабетиков спасать им взаимно. Соответственно, не надо здесь отправлять какие-то ковриные, еще какие-то центры. Все мы будем делать внутри своего отделения. Комфортное прибывание и качество лечения будет обеспечено также нахождением этих пациентов после операции на пунктах и на этом центре. Единственное, что я могу сказать, что в сентябре месяце, когда мы тоже встречались, когда приезжал Михаил Пучатников, было обещано, что полностью все армопометическое оборудование для оснащения этого центра будет закуплено. Мы ждем. Мы ждем. закупки или поставки. Мы ждем закупки. Пока не одержа сроков. Поэтому мы лажем покупаем из-за всего и за небюджетные средства. Есть предложение Вера Сергеева. Может быть, минуточку вопросов есть? В прошлый раз поднимался вопрос по неудокомплектомности от печных кутов при поликлиниках бесплатными лекарствами или заменой лекарств менее эффективные действия как решается этот вопрос? В течение 2013 года у нас единственный округ по Москве ну, конечно, фраз директора должно быть звучать у нас не было ни одного нереализованного рецепта по дорогам. В Москве у нас не было ни одного нереализованного. То есть все рецепты, которые выписывались все были полностью удовлетворены. Да, действительно, в 2013 году мы перешли на назначение препаратов по международному патентовому названию. То есть как бы кто ни назывался, он отцетился и целой кислотой, так как она отцетился и целой кислотой. Есть, то есть. Но каждому пациенту всегда есть индивидуальный подход. И если препарат оказывался малоэффективным или у него возникали какие-то либо побочные эффекты доказанные клинические, то этот препарат менялся и закупался для пациента дополнительно. То есть вопросов в 2013 году по дополнительному обеспечению не было. Спасибо. Какие еще вопросы? Еще один вопрос. Пожалуйста. Вы вот отметили и правильно ответили дефицит кадров. Какие перспективные есть программы или что делается в Еленограде для того, чтобы вопрос снять с повестивания? Зарплата? 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 Это это раз. Размещение вакансий это два. Поверьте, я уже все прилежащие лечебные организации Московской области мы уже как пылесос высосили. Единственное, что можно решить, мы уже значит, я постоянно участвую в ярмарках, вакансиях, в вузах. Я встречаюсь с молодыми специалистами, которые к нам приходят. на основании таких ярмарок вакансий мы уже заключили соглашение с четырьмя докторами. Они в июле месяца, ну, июля, после окончания вуза должны были прийти. Вот, эти ярмарки вакансий, но в первую очередь, конечно же, все спрашивают по поводу жилья. Мы даже пошли на такие прецеденты, можно сказать, меры, что мы готовы, я готов стимулирующие надбавки компенсируют до 50% на съемок жилья. Ну, а перед префектом вставился вопрос, с какой лицезр не будет резерв? У кого? У главного чека. Ну, у вопроса. Вопросы какие-то есть? Еще вопрос. Это такое, по заработной плате. Да, мы знаем, что указ президента до 573, по исполнению заработной платы медицинским сестрам по 13-му году в размере 66 тысяч рублей, да, врачам 82 тысяч рублей. Потому что у нас директором государственного учреждения мы исполним два указа. 373 и 1186 по богатическому составу. Вот эти же целевые деньги заложены на сегодняшний момент, да, вот у меня пришла разнарядка по медицинским сестрам. Государственное учреждение должно зарплатить, вот мы должны обеспечить 70 тысяч рублей. Врачам мы должны среднюю заработную плату обеспечить 92 тысяч рублей. То есть в принципе заработная плата, деньги выделяются, согласно указу президента, я как понимаю, да? то есть вопрос по вас не передают. Вопрос в том, что касается вопроса заработной платы, как уровень заработной платы должен быть. То есть денежные средства выделены по программе, которые есть. Достаточно 70 тысяч рублей. Я вас ограничу. Во-первых, вы называете заработную плату именно социальной сферой. Нет, нет, это ваше 66 тысяч. У нас другие зарплаты, потому что другие зарплаты. У нас целевая зарплата этого года врачей 76 тысяч. Медицинской сестры 59 тысяч. 8 тысяч. Это согласно указу 573 тысяч. Согласно. Я вам хочу сказать, с 1 января этого года мы перешли полностью на подушевую плату. То есть за каждого проживающего, каждого прикрепленного к нашим поликлиникам. А как я говорил, у нас прикреплено 161 тысяча 200 человек. Мы получаем определенную сумму денег. Я могу сказать, это 250 рублей. Просто сумма коллекции в месяц около 250 рублей. Все. Вот эта вся сумма, которую мы получаем. Сюда входит все. Работа окружной лаборатории, все рентгены, все расходники, зарплата, коммунала, транспорт, охрана, все. Такая же система в образовании собственная. Мы зарплату держим. Мы зарплату держим. Очень тяжело, но мы ее держим. И сейчас, даже то, что мы говорим о неукомплектованности кадров, я говорю, да, действительно, мы вакансии размещаем, но мы если будем брать, мы не брать только тех единиц, которые крайне недостаточно. Мы больше кадров ждать не будем. Просто вы сами понимаете, обеспечить зарплату увеличив количество сотрудников невозможно. Спасибо. Пожалуйста, Денис Александрович. Продолжение дилетанский вопрос. Всегда было интересно спросить. А составление зарплат в бюджетной поликлинике и в платных клиниках? Не знаю, в детстве плюс вы не проводили мониторинг? Как различаются зарплаты? В среднем зарплату у них получается от 40 до 60 тысяч. Но там доктор принимается за прием зависит сколько записался от 8 до 14 человек. А здесь всех попрекрасно. Понятно, то есть мы решаем зарплату в час сильно различаются. Это порядок. Уважаемые депутаты, еще вопросы есть? Нет. Какие предложения будут? Пожалуйста, Редактор Денисович. Значит, дорогие друзья, сегодня Совет ветеранов нашего района участвовал в совещании проводил Павел 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 Павлович, все остались с тобой. И в связи с этим возникло два таких вопроса. Первое, депутатам выйти с письмом в департамент здравоохранения Куснулину строительному и департамент уже еще строительства с просьбой, чтобы выделяли служебное помещение, служебное живое и врачей, для того, чтобы мы выполнили программу на 3-е. Это первое. Второе. Вот совещание проводить надо, например, рабочие. И третье. Вот смотри, какая замечательная справка кто-то познакомился. И здесь Наталья Евгеньевна сидит. Наталья Евгеньевна, вот работали будем. Модель, 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 где есть здоровье. Очень хорошо. Правда? И вот все вместе мы давайте все вы, мы и делаем. Вот все приправы. Нет, но вас отстранили, а то заходили в социальную работу. Вы уже нарушаете нормы. Пожалуйста, Павел Николаевич, вот эти предложения, на ваш взгляд, вы все-таки руководители, мы не должны навредить, скажем, мы должны поступить так, как помочь, чтобы помочь вам. Если вы станете инициатором такой программы по поддержке и по выделению жилищного фонда, хотя бы служебного, это будет большим поспоривом, в принципе, наверное, даже через город. Я еще пользуюсь случаем, я бы хотел делать в том, что мы сейчас проводим эту всеобщую диспансеризацию, и, понимаете, возникает определенный перекос. Такое впечатление, что забота о здоровье, заинтересованность, возможно, тоже на врача. То есть мы бегаем, пытаемся зазвать чуть ли не в коридорах наших пациентов на диспансеризацию. Даже сами неудут, даже несмотря на то, что мы сейчас начали работать по субботу, для того, чтобы привлечь работоспособное работающее население, которое в течение недели в Москве находится. Да, есть определенный организационный момент диспансеризации, но все же. Я обратился к нашим главным прав, с целью, чтобы они оказали нам тоже определенную помощь в информационном воздействии на наше население в плане размещения на своих стендах, на своих газетах, в своих газетах или еще где-то информации приспансеризации. Я хотел бы, чтобы показали обладаем. предложили по правам, да? Текст мы разошлем, сейчас мы, во-первых, отдали печать еще буклет информационный, чтобы можно было цветные, чтобы можно было тоже оснастить. Вы наш адрес тоже направьте, и мы вместе уже, если кто-то подзаботит, то мы вместе кто-то из нас точно не упустит вот эту проблему. Так, какие еще есть предложения? Нет предложений? Принять. Принять. Ну, наверное, прежде чем все-таки нам принимать, мы должны, я выражаю свое мнение, вспоминаю наше заседание прошлого года, конечно, с горечью, с какой-то с таким осадком мы ушли все, наверное, с этого заседания. И вот за год все-таки я тоже не первый раз присутствую на ваших встречах с ветеранами. Вы знаете, сделано, на мой взгляд, сделано очень много, очень много сделано. Другое дело, что достичь совершенства, конечно, еще не удается, но надо учитывать, что вот этот период реформы, он все-таки не предполагает, что за один год вообще все можно сделать, но сделано очень много, поэтому те вот вопросы, те проблемы, которые поднимали сегодня, уважаемые депутаты, депутаты, я надеюсь, Павел Николаевич, вы возьмете на вооружение, уважаемые помощники Павла Николаевича, возьмете на вооружение, и хочу тоже от себя высказать такую просьбу, это часто слышишь от населения, когда приходят они на прием, и где-то час порой бывает, нет врача, говорят, что на совещании, вот как бы вот этот вопрос все-таки урегулировать, вот о чем Виктор Иванович сказал, и я поддерживаю его в этом плане, что все-таки как-то, ну как-то подумать надо, на самом деле, когда врач не приходит на прием своевременно, значит, очередь вся сдвигается, время нарушается, естественно, и вот происходят вот разные такие неприятные моменты, вот если это возможно, то вы примите устную такую нашу просьбу, а все, что предложил Виктор Иванович по поводу обращения, мы внесем наше решение и подготовим материалы, и, наверное, хотелось бы вас попросить о том, чтобы вы нам тоже помогли в этом, потому что формулировки должны быть грамотные, мы не специалисты в этой области, поэтому давайте мы подумаем, когда встретимся, созвонимся, телефон у вас есть, пожалуйста, и давайте мы поработаем, подготовим письмо такое, которое, в общем, не стыдно будет направлять в высокие инстанции. У меня все, если у вас есть какие-то голосования? Давайте голосовать. Спасибо, Павел Николаевич, уважаемые депутаты, обратите внимание на проект решения, значит, да, вот с этими добавлениями, которые мы сейчас проговорили, мы, значит, принимать можем за основу этот проект. Есть у вас другой мнение? Голосуем, пожалуйста, заодно. Прошу, спасибо. Спасибо, уважаемый Павел Николаевич, и все присутствующие ваши коллеги, значит, как только мы решение это отработаем, дополним, мы направим в наш адрес это решение и выполним то, о чем договорились. Я предлагаю вам поприсутствовать на следующем вопросе, потому что здравоохранение, соцзащита, это, в общем-то, два таких направления серьезных и взаимосвязанных. Предлагаю слово взять Наталье. Добрый день, уважаемая Алина Сергеевна, уважаемые депутаты, добрый день, уважаемые приглашенные. В 2013 году работа филиала Крюкова осуществлялась в соответствии с государственным заданием. В рамках реализации государственного задания отличные виды условий были предоставлены почти 6000 клиентам. Выполнение годового плана составило 100%. В этом году государственное задание у нас увеличено за счет того, что прошла оптимизация. У нас сокращено отделение социально-медицинского обслуживания на дому до 60 человек. Но появилась возможность увеличить количество мест в отделениях социально-бытового обслуживания до 1470 мест. С 1 апреля увеличивается количество мест в отделении дневного пребывания несовершеннолетних. В прошлом году у нас было 30 человек, в этом году мы имеем возможность принять 45 детишек. Категории граждан обслуживанных на дому представлены в таблице. Доклады есть, да? Большая часть семей, обратившихся в учреждение в 2014 году, это малообеспеченные многодетные и неполные семьи. Общее количество семей, обратившихся в филиал 4367 семей. Основные причины обращения это оказание социальной помощи, детско-родительские взаимоотношения, оздоровление детей и подростков, организация досуговых мероприятий. В общей сложности детскими отделениями оказано 30 609 услуг. Количество оказанных социальных услуг отделения именодобного обслуживания 654 122 услуги. Наиболее востребованные в 2013 году были услуги по покупке и доставке продуктов питания, покупке и доставке промышленных товаров, оформлении документов версии, оплата коммунальных услуг и содействие в обеспечении лекарственными препаратами по заключению лечащего врача. Социальные услуги предоставляются как бесплатно, так и на платной основе. В 2013 году центром предоставлено 2123 услуги на платной основе на сумму 441 тысяча рублей. Информация об услугах оказываемых филиалом регулярно размещается на информационных стендах учреждений социальной защиты населения, на сайте управы района, на сайте ТЦСО Зеленоградский и в газете Крюковские ведомости. Но, как показывает практика, при том, что мы уже стараемся и на информационных стендах, и на встречах с населением освещать те услуги, которые мы оказываем, но все равно есть такая категория населения, до которой наша информация, к сожалению, не доходит. В 2013 году заведующими отделениями проводилась масштабная работа по мониторингу отдельных категорий граждан. По поручению правительства Москвы было проведено обследование инвалидов первой группы и инвалидов второй группы третьей степени в целях изучения уровня их социальной защищенности. По результатам проведенной работы инвалиды первой группы обеспечивались товарами длительного пользования, тревожными кнопками, полностью была удовлетворена нуждаемость на надобном обслуживании. Продолжается работа по удовлетворению потребностей в бытовой технике инвалидов, участников и ветеранов Великой Отечественной войны. Через отделение срочного социального обслуживания различные виды помощи получили более 4 тысяч человек. И в этом году у нас была введена новая форма социального обслуживания. Это электронные сертификаты. Мы проводили встречу с советами ветерану, с представителями общества инвалидов, рассказывали с населением, рассказывали, что это такое, что из себя представляет социальный сертификат. Это новая форма. Человек имеет право теперь выбирать сам нуждаемость в тех или иных видах продуктов. Если раньше мы получали продуктовый заказ и человек, попавший в трудную жизненную ситуацию, приходил за этим заказом, не всегда его устраивал набор. Сейчас он, получая 500 баллов на социальную карту москвича, идет в магазин и сам выбирает те продукты первой необходимости, которые он считает нужными. Все-таки к этому мы шли несколько лет. Мы очень активно развиваем работу по привлечению спонсоров. К различным мероприятиям праздничным памятным датам спонсорам предоставлено 330 праздничных продуктов, наборов и других подарков на сумму более 400 тысяч рублей. Организованы благотворительные обеды в кафе, ресторанах, чаепития в отделении в центре на сумму более 100 тысяч рублей. В 2013 году сотрудники филиала принимали участие в акции «Подготовимся к школьному балу». Акции «Семья помогает семье, готовимся к школе». К участию в акции были привлечены 4 организации и 65 человек, которые представили 3384 единицы различных товаров и школьных предотвежностей. Активно развиваются новые формы работы в отделении дневного пребывания. В 2013 году работа проводилась в соответствии с программой «Лучшая половина жизни», цель которой – это социальная, физическая и психологическая реабилитация граждан пожилого возраста и инвалидов. Для более полного и качественного решения поставленных задач разработан комплекс мероприятий «Активное долголетие». Это спортивно-оздоровительные мероприятия, направленные при общении клиентов к здоровому образу жизни, занятия физкультурой, спортом, поддержанием физического и психологического здоровья. Важное звено среди прочих направлений социальной реабилитации – это просветительская деятельность. Людям старшего поколения почаса не просто ориентироваться в современном мире. Для них проводятся тематические лекции, организуются встречи с представителями районных управлений социальной защиты, пенсионного фонда, представителями опорных пунктов общественного порядка. Но вот, к сожалению, участковые инспектора и вообще с ОВД как бы вот у нас не совсем складываются отношения, я уже пожалуюсь, можно, да, потому что инспектора игнорируют наши просьбы и в части мы же курируем выпускников интернатных учреждений и есть такие проблемные вопросы, когда необходимы в присутствии. Но они, как правило, на наши просьбы не отвлекаются. Для организации досуга граждан старшего поколения в Крюково используется клубно-кружковая форма работы по следующим направлениям. Это музыкально-литературное, просветительское, культурно-досуговое, декоративно-прикладное творчество. Очень приятно, когда жители нашего района находят для себя занятие по душе в нашем филиале. И вы знаете, вот заметно, конечно, увеличилось число жителей, которые посещают наш центр. Это не в рамках отдельно-дневного пребывания, а просто приходят и проводят там свой досуг. Это и мужчины, которые у нас играют с удовольствием в шашки, шахматы, бильярды, проводят спортивные соревнования, жители округа, которые занимаются скандинавской ходьбой, которые занимаются дыхательной гимнастикой. Многие из вас, наверное, видели на улицах лет в летний период, наши замечательные женщины старшего возраста, мужчины там, правда, редко попадаются, занимаются дыхательной гимнастикой. Раньше это вызывало удивление у жителей близлежащих районов сейчас это воспринимается как норма. Важную роль социальной реабилитации граждан старшего возраста играет психологическая помощь. За 2013 год помощь специалистов Московской службы психологической помощи населению в виде бесед, консультаций, сеансов, релаксаций, психологических тренингов в отделении дневного пребывания получили более 500 человек. С 2013 года Московская служба психологической помощи населению пришла к нам в департамент и теперь мы совместно с ними оказываем услуги гражданам. Это в основном, конечно, граждане старшего возраста, инвалиды, семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации. Вот, к сожалению, с детьми они у нас не работают. Тут тоже проблемы. В течение года проводились массовые праздничные мероприятия для жителей округа и уличные гуляния. Гуляй широкая масленица, День Победы, осенние посиделки, праздники двора, посвященные празднованию Дня города, День открытых дверей. У нас стала доброй традицией проводить практически ежедневно. У нас разработана в центре такая программа «Выходи во двор, поиграем». Когда специалисты отделения социальной помощи семье и детям выходит и организует мамочек, гуляющих с маленькими детьми на придворовой территории, и детки, и мамочки активно включаются в эти мероприятия, заканчиваются это обычные лечеи, и питьем, или какими-то мероприятиями уже в центре. Вот так мы еще дополнительно информируем население о том, чем мы занимаемся. Выполняя программы социальной поддержки наиболее незащищенных слоев населения, проводилась работа по оказанию различных видов адресной помощи многодетным, неполным, малообеспеченным семьям. Сегодня я приехала в совещание у министра нашего департамента, и до нас доведена информация, что с апреля 2014 года мы же проводили тоже анкетирование многодетных семей, имеющих детей и инвалидов, с целью выявить их нуждаемость в тех или иных видах социальных услуг. И вот с апреля 2014 года у нас стартует программа по удовлетворению нуждаемости этой категории населения. Упор в отделении социальной помощи семье и детям делается на взаимодействии с семьей. Совместно с различными учреждениями и общественными организациями проводится выявление профилактика реабилитации семей, нуждающих в социальной поддержке и адресной социальной помощи. С целью выявления социально-неблагополучных семей, профилактики семейного неблагополучия, проведение эффективной реабилитации семей, попавших в трудную жизненную ситуацию, адаптация выпускников интернатных учреждений и всестороннее развитие личности ребенка, разрабатываются программы на базе отделения социальной помощи семье и детям и отделения дневного пребывания несовершеннолетних. Так, в 2014 году у нас была разработана замечательная программа, развивающая программа для деток от полутора до четырех лет. Мамочки приходят с детьми, пока педагоги занимаются с детьми, развивающие занятия проводят, мамочки имеют возможность заняться собой. Для них организованы фитнес-занятия, там же дети находятся у нас в одном помещении, мамочки занимаются с инструктором или спортивные мероприятия проводят, готовят для детей спортивные мероприятия или же занимаются фитнесом для себя любимых. Вот эта программа пользуется большим спросом и приходят папочки вместе с детьми, не только мамочки. Разработаны программы семейных клубов «Светелка», «Звезда», «Мама плюс», «Факультет просвещения», «Организация семейного досуга». В факультете просвещения мамы из многодетных семей, мамочки профессионалы в том или ином виде или роде деятельности рассказывают другим, например, мама-стоматолог рассказывает о том, как заниматься профилактикой раннего кариеса, мамочки там какие-то рукодельницы показывают, как изготовить что-то для дома. Бывают такие вот чаепития, когда мамочки-рукодельницы готовят своими руками там какие-то или пироги, или сладкие блюда и обмениваются рецептами с другими.